Я еду в Далии. Да, сейчас мы едем в Далии. Это такой город-провинция Юнань. Я туда очень давно хотела, поэтому сегодня мы туда едем. На машине ехать примерно 4 часа. Это 300 с чем-то на километрах. Автомагистраль, кстати, платная. Это всегда было. Но только на выходные и праздники в Китае она бесплатная. Ну, Юнань, конечно, вообще удивляет. Такая природа просто. Это такой вот умный лук. Хотя, мне кажется, она не нужна была надевать, потому что жарковато. Тут еще такая вот еда. Поэтому хотим взять покушать немножко. Потому что осталось очень часто Далии. И очень, на самом деле, холодные. Немножко дорогу утомляет. Но это еще немного мы проехали. Всего лишь 200-300 километров. Вообще, ну, тут 400 километров. Мы вообще ездили 2000 километров. Поэтому 400 километров вообще не так много еще. Дороговато тут. Я взяла вот это. Вот такая вот штучка. Слишком горячая. Но стоит она 10 юаней. Вот такое вот мороженое взяли. 8 юаней стоит. Кровень. Ну, кстати, та штучка за 10 юаней была неплохая. Все, мы доехали до старинного городка. Поэтому, да, сейчас пойдем к тем воротам, к южным. И зайдем туда. Но пока что город, в принципе, такой маленький, обычный. Ну, мне кажется, все города в Китае немножко чем-то похожи. Конечно, есть какие-то такие особенные места. Но более-менее вот эти здания, они немножко похожи все. Ну, вот отсюда же ведется сам городок. Все украшено. Даже такой магазинчик находится внутри. Кстати, с нами только что поздоровались два китайца. И сказали, нужна ли нам комната в отеле. И они были такие дружелюбные. На самом деле, немножко я устала. Завтра будет на УДе. И немножко холодновато, кстати, на улице. Поэтому я взяла с собой джинсовку еще. Тут очень много уличной еды. Вот дурианы продают. Одежду продают всего лишь за 15 юаней. Такие штучки. Все, мы дошли. Смотрите, как это красиво. Вот что мы нашли. Смотрите, это что? Это дараканы? Вот это продают. А вот и мясо. Это вообще фудкорт, как я поняла. Попробуем тарантов. Корпионы. Ну, дороговато. Стоит 40 юаней, 20-15. Взяли одно мясо, а я хочу что-нибудь другое. А вот это мороженое дали. Тут, кстати, много чего. Вот видите, мороженое. Ребята, сегодня у нас следующий день. Вчера были в Дале Кучан. То есть, это такой старинный городок. Очень красивый. Но мы не прошли все. Поэтому сегодня нужно вечером все там пройти. И также пойдем сейчас посмотреть озеро. Которое вообще очень популярное тут. Но я видела Байкал, поэтому я замажу озеро в России. Поэтому, не знаю, для меня это просто озеро. Но она чище, чем у нас в Кунмине. Поэтому тут можно пофоткаться и так далее. Мы пришли покушать. Такое место обычное. Тут обычная такая чефанка. Я заказала себе рис. Вот такой вот у меня рис. Тут 12 юаней. А тут вот такая вот лапшичка. 10 юаней. Ну, прям вообще нормально. Зеркало, конечно, грязное. Смотрите, какие горы. И вот этот мост. Тут реально жарковато. Сейчас 25 градусов. Смотрите, там еще плавают люди. И вот катаются на вот этих штучках. Ну, такой обычный мост. Проезжали там сверху. Я подошла к вот этому храму. Реально жарковато. Автобусные остановки такие вот. Все, мы закончили. Сейчас поедем на самую красивую дорогу в Дали. Там открывается очень красивый вид. Находится возле Дали Дайси. Это такой университет в этом городе. Тоже, кстати, неплохой, как я знаю. А вот этот вот университет с этой стороны. Тут можно покушать. Всякие шашлычки пожарить. А вот и Дали университет. Вот и все. Вот это вот дорога. Очень красиво. Мне кажется, тут Кадусак придется. Все, это очень красиво. Плюс также очень много людей. Тут фоткаются. Горь, озеро и вот город просто. Тут есть тоже вот такая вот стена с рисунками. Тоже так необычно. Ресторан. Видите, как будто неплохой. Сухо-фуд. С людей много, кстати. Смотрите, я даже нашла русский. Russian beef food. Вообще, что за еда просто. Хочется попробовать на самом деле все. Нам уже принесли вот такой вот бургер. Он из курицы. Ну, кстати, выглядит нормально. Такой вот рис тоже с картошкой и с курицей. Как борщ, наверное, да. Попробуем, в общем. И вот такая вот картошечка. Вот принесли еще один бургер. Поэтому вот такая вот у нас поляна, да. И вот это вот тако, как я поняла. Две штучки. Как это можно съесть двоим просто? Это же очень много. Чего он такой огромный? За длина тянет вообще реально. Мы снова приехали в старинный город. Мне он, кстати, очень понравился. Там так красиво. Конечно, так шумно. Очень много людей. Даже сейчас 10 часов. Но все равно людей очень много. Тут их 4 ворот. Можно с любых зайти. Вот. Мы тут разошли с южных ворот. Кстати, очень нравится. Вот этот чокер. Я его покупала просто на пинту дозы 4 юаня. Ну, прям такой, не знаю, прикольный. Подходит к рубашке. Вот, заказывайте стабау. Ссылка оставлю в описании. Можем заказывать стабау, пользу на пинту дозу и так далее. Поэтому пишите нам. Можем отправить в Россию. Вот такой вот рыночек тут есть. И вот тут. Стоит 1 штучка 18 юаней. Просто что за красота. Вот так вот выглядит. Вау. Что-то такое за 6 юаней. Тут можно сделать. Ммм, интересно. Но на один раз. Я же такое пробовала 2 года назад. Очень масляное. Почему-то похоже немножко на творог. Это вот очень долго прожевываешь. Потом как будто вход с творогом. Вот это вот популярный алкоголь в Дали. И вовсе, ну, многие покупают. Он такой сладкий. Я уже попробовала. Тут есть 17 видов. То есть 17 вкусов. У кого есть розы и так далее. А в 11 часов вечера выходят все люди, которые продают что-то вот такое вот. Либо всякую милую. Либо гадают. Делают татуировки. Ой, какая старенькая собачка. И гадают по руке. То есть очень много. Вот такие вот фрукты продают за 8.6 юаней. 250 грамм. То есть мне кажется, это очень недорого. Вот снова вам погадают по руке. Полиция едет, и все все прячут. Такая милая козочка. Такая маленькая хоть. Просто что такие очки. Прикольные. Все, ребят, сейчас мы едем в отель. Потом будем спать, потому что уже 12 часов ночи скоро. В принципе, городок такой милый. Пишите комментарии, если бы тоже хотели тут побывать. Я вообще люблю влоги с путешествий. Мне очень понравилось то, что сегодня нас пофоткали. Вот эти вот две девочки, они там учатся. Видимо, вот рядышком. И это, ну, так классно. То есть за 30 юаней мы должны были за 6 фоток, по сути, заплатить. Но нам скинули все фотки за 30 юаней. То есть все исходники. И 6 фоток она может еще отредактировать. Но мы ей ничего не будем скидывать, чтобы она отредактировала. То есть за 30 юаней столько фоток. Где-то 34 фотки. Очень классно, мне кажется. Мы уже усилились из отеля. Сейчас хотим покушать. Вот это вот тинджан. Это халяльная еда. Потому что я не знаю, что здесь же кушать. Мы купили два таких фрукта. 105 юаней за две штучки. Я не знаю, я ни разу такую не пробовала. По-моему, есть такие колки, потому что они прямо в руку втыкаются. И не очень. Как, знаешь, за носки. Вот такая вот еда. Стоит 13 юаней за одну. Внутри, в общем, как-то уже выглядит, так? Как будто с косточками. Не скажу, что вкусно, но неплохо. Ребята, мы приехали в одно место, где 3 пагоды. Нужно будет купить билет. Он стоит 90 юаней для взрослого человека. Так как мы студенты, у нас есть студенческий билет. И можно купить билет за полцены. Будет стоить 45 юаней. Как я поняла, это билет. И плюс этот маленький автобус. И территория большая, поэтому его, наверное, нужно купить. В общем, примерно 45 юаней. Но не знаю, сейчас мы на сегодня посмотрим, сколько будет стоить. В общем, вот так вот продают штучки. Вот тут можно купить билеты. Такие вот расценки. Есть на корейском написано. 75 юаней у нас стоит билетик. И half price от 37. Купили обычные билеты. Вот так вот они выглядят. И вот эта карта внутри. То есть можно потом посмотреть, где что находится. В принципе, очень красиво выглядит. Я на фотках смотрела. Какой-то лук у меня, футболка, шорты. Вот тут проверяют билетики. Вау, что за красота. Цветочки. Очень много зелени. Все так ухожено. И вот наши три пагоды. Вот одна и там еще две. Какое-то есть озеро. Потом еще цветочки. Боже, как много цветочков. Вот и все. Три пагоды вместе. И вот эти вот горы Цаншан, они прям окутывают эту атмосферу. Поднимаемся сюда. Смотрите, тут еще есть монахи. Ой, так пахнет вкусно. И опять эти цветочки. Сюда тоже можно подняться. И вот такой вот вид отсюда открывается. Просто на все озеро, на весь такой маленький городочек. Хотя они только маленькие. Добрались до первого храма. Отсюда уже видно пагоды. Мы зашли в такой сувенирный магазин. Как вы знаете, я очень люблю эти карточки. Очень много красивых. Пять илани стоит одна. И еще книжка, она слишком тяжелая. Я не хочу сюда искать, поэтому я вот люблю такие. Мне кажется, это очень красиво. Все, я поставила печать. Очень много можно поставить. Это какой-то вид, смотрите, просто как с картинки. Как будто не настоящий. Это штучка, чтобы варить людей. Ладно, я не знаю. А внутри у нас красивая золотая Будда. Красота. Вот еще стоят. И музыка вообще такая спокойная. Смотрите, как будто вот эта вот пагода растет из-за этого храма. Все, мы уходим из этого места. Конечно, если вы хотите проехать все, посмотреть все-все-все, я думаю, вам еще добавить еще сумку какую-то, да, и купить автобус, чтобы проехать все и не устать прямо очень сильно. Ну, в принципе, вот эти места, которые у себя гумшу показаны, мы все обошли. Там еще были ворота. Ну, они такие, как обычные, вот ворота. Мы приехали в Си-Джоу-Гу-Джа. Это такой старинный городок вдали, поэтому мы сюда приехали, посмотрим, что тут есть. Но уже прикольно смотрится. Вот такие вот узкие улочки, как будто, знаете, мы гуляем по старинному Китаю. Хотя так и есть, по сути, но все равно тут уже магазин всякий построили и так далее. Вдали очень много синего цвета. Очень дешево продают на рыночках вот эти популярные. У них делают такие вот прически. Сейчас мы хотим купить. Попробовали, вроде, пустые. За 8 миллионов стоит за 500 грамм. О, тут роза внутри. У Роми чаи всякие разные. В Юнане самое популярное это вот чаи. То есть все чаи, мне кажется, только в Китае, а не тут. Вот чай из розы. Так сладненько, вкусненько. Внутри города есть школа. Ой, для маленьких школьников. В Китае вообще делится на три. То есть это чаи, чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Делится на три. И они должны каждый раз менять свои школы. То есть они как у нас, например, одна школа и все. А у них нужно менять. Поэтому как-то так. Так, сейчас хотим что-нибудь поесть, потому что время уже... Вот это на пенкрице. Тоже какая-то популярная лепешка. Дали. Ну, именно вот в этом городке. Делают тофу. Это тоже тофу. Острый какой-то. Продают всякие фрукты вот тут. Интересные. И чтобы они кушали вот это. Диайвай. Очень много диайвайов. Вот это популярное. Не очень много? В общем, это тоже очень популярно вдали. Особенно вот это. То есть если укрепить сюда, можете попробовать. Мне кажется, вот так это все делают. Вот вам положат остроту. Тоже всякое такое. А это мы сейчас попробуем. Ну, выглядит нормально. Я ни разу только не пробовала. Это мясо 15 юаней стоит. Вот это. Огурец вам тут положат. Такой лучок. Потом вот так вот это заворачивают. И все. Можете кушать. Попробуем. Я не знаю, если вы будете тут, попробуйте обязательно. Не заметил, что тут даже мусорки красивые просто. Вот так их разрисовывают. Попробуй. Ну, мне такое не заходит. Похоже просто на сладкий клейкий рис. И все. 4 юани стоит одна штучка. Попробуем тофу, картошечку. И вот это тоже тофу. 10 юани стоит. Можно вместе, то есть соединить. И за 10 юани. Потом подливать каким-то соусом. Смотрите, как это выглядит. Ну, много, кстати, положили. Такого тофу пробуем. Взяли водичку. Я хочу попробовать вот это. Многие покупают. Есть соленая, а есть сладкая. Сегодня, в общем, какой-то пир у нас еды просто. Мы взяли сладкую. 110 юани. В общем, ребят, это вот такая вот бунзамбутика. И внутри у нас коричневый сахар. Бранш, угар. Ребят, но самое красивое место, которое вы найдете тут, мне кажется, это вот это. Тут водичка. Потом такая вот трава. Там поезд едет. И вот такой вот старинный городок, где очень много туристов. Такие вот старенькие дома. Какая милая козочка. Ой, такое ощущение, как будто тут вообще никто не гуляет. Ребята, мы уже приехали в другой город. Я очень рада, что вы посмотрели этот влог. Надеюсь, вам понравился этот город. Конечно, вам еще есть очень много мест, но для меня я уже, мне кажется, во все места сходила, которые я хотела. Поэтому я очень рада, что туда съездила, вам тоже все-все показала. Поэтому спасибо вам за просмотр, то, что вы смотрите меня, подписаны на мой канал. Также подписывайтесь на мои другие социальные сети, пишите ваши комментарии, если вам понравилось это видео. До скорых встреч и всем пока-пока.